Доброе утро, дорогая Церковь! Место Священного Писания, которое я хочу предложить для нашего общего размышления, записано в Послании к Ефесинам, 5 главе. Мы будем читать с вами с 1 по 9 стих включительно. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. «Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Этот отрывок является логическим продолжением 4 главы, где содержится призыв к взаимной любви и христианскому милосердию. Если вы помните, в прошлое воскресенье Виктор Никодимович проповедовал о прощении и как раз читал последний 32 стих 4 главы. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И далее 5 глава начинается со слов, которые мы только что читали. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные». И сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что открывает для нас Господь вот в начале 5 главы. «О подражании Богу». В нашей жизни замечаем мы это или нет, но мы все кому-то подражаем. Наверняка многие из вас, кто так или иначе увлекается спортом, помнят легендарного нападающего сборной Бразилии по футболу Рональдо. Футболист, выступавший за сборную Бразилии в 90-е и нулевые годы и ставший двукратным чемпионом мира в ее составе, в 2002 году появился на публике с ужасной стрижкой. На бритой голове красовалась то ли полукруглая или треугольная челка. Спустя совсем короткое время миллионы ребят по всей земле сделали такие же стрижки. 19 лет спустя, давая интервью журналу «Спорт Иллюстрейтед», он вспомнил про эту стрижку и признался, что она была ужасной. «Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали такие же стрижки», – сказал футболист. «Те миллионы поклонников не знали истинных мотивов, почему он сделал такую стрижку. Да и сам футболист он до конца не понимал и не ожидал, какое влияние окажет его поступок на его поклонников». Сегодня очень популярны так называемые инфлюенсеры. Это люди с миллионами подписчиков в социальных сетях. По состоянию на апрель 2021 года самым популярным человеком в социальных сетях стала другая футбольная звезда, Криштиану Рональду, с более чем 500 миллионов подписчиков. Это колоссальная цифра. Вы представьте себе, полмиллиарда человек наблюдает за его жизнью и во многом ему подражает. Маргернштерн, Дина Саева, Валя Карнавал, Даня Милохин, Влад Бумага – вам говорят что-нибудь эти имена? Навряд ли они говорят что-то старшему поколению. Но это те люди, которые сегодня оказывают огромное влияние на формирование мышления современных детей и подростков. Это те люди, кому они во многом подражают. На кого подписаны вы в соцсетях? Кому вы подражаете? На кого мы сегодня хотим с вами быть похожи? В наше время известные музыканты, спортсмены, артисты, модные блогеры – они оказывают огромное влияние и становятся объектом для подражания. Даже более старшее поколение имеет в интернете свои примеры для подражания, может не настолько вызывающе опасные, но тем не менее у них есть свой круг так называемых экспертов по здоровью, экспертов по задоводству и так далее. Кстати, бывало ли у вас так, что вы делали все точно так, как вы увидели или услышали, но эффект был абсолютно обратный или его не было вовсе? Кому мы сегодня подражаем? Мы можем подражать популярным людям или современной культуре. Мы можем подражать своим родителям и должны это делать, если они подают хороший пример нам. Но целью каждого христианина должно быть подражание Богу, насколько это возможно. И читая пятую главу послания к Ефесиным, мы видим, что Павел был весьма озабочен вопросом жизни верующего человека. Он призывает нас вести достойную жизнь. Он не поступает, как люди в этом мире, а подражать Богу, как чадо возлюбленное, то есть как его любимые дети. Это первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание. Мы призваны к послушанию не как рабы, а как его дети, потому что Бог усыновил нас. Мы знаем, что раб делает что-то из страха перед своим хозяином. Бог же хочет, чтобы мы знали, что мы не рабы, что мы его возлюбленные дети. Рабы должны просто выполнять приказ своего хозяина, вне зависимости от погоды или условий работы. Для раба от выполнения своих обязанностей, вот лично для него, мало какой-то пользы. Дух Святой, который пребывает в нас, Он не командует нами, как рабами. Дух Святой говорит нам, что мы должны умертвить дела плотские, чтобы мы жили. Послание к римлянам, 8 глава, 13 стих. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Христианин возрождается свыше. Его подражание Богу происходит из духовного родства с Небесным Отцом. И нет большего счастья, чем быть подобными нам, подобными Небесному Отцу. Братья и сестры, мы дети Бога Живого. Искуплены от рабства греха. И куплены дорогой ценой. И для нас очень важно знать в своем сердце о том, что Бог усыновил нас. Что мы являемся Его детьми. Это должно быть нашим мотивом в поисках благочестия. Если мы стремимся подражать Богу, знаете, с неправильными мотивами, наши усилия потеплят неудачу. Если мы стремимся подражать Богу, чтобы нас полюбили другие, или чтобы улучшить свою репутацию, или заслужить уважение, мы от этого не станем благочестивыми. Мы уподобимся тем, кого Иисус упрекал в том, что они искали лучшие места в синагоге. Потому что в таком случае наш мотив – получить выгоду для наших личных целей, для наших личных интересов. Если мы стремимся подражать Богу, чтобы избежать наказания, тогда мы не понимаем, что такое дух усыновления, что значит быть возлюбленными детьми. Мы будем служить из страха. Мы будем жить в постоянном страхе. Ожидая наказания, в то время, когда Бог желает нам помочь, потому что Он нас никогда не оставит и не покинет. Бог хочет, чтобы мы Ему подражали, потому что Он желает лучшего для нас, как для своих детей. Как же нам подражать Богу? Первое – это мы должны подражать Его любви. И как говорит нам второй стих, «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. И высший пример этой любви нам преподал сам Иисус Христос, потому что Он возлюбил нас. Его любовь проявилась зримо и конкретно, потому что ради уверовавших в Него людей Он отдал свою жизнь. Этот стих испытывает нашу любовь. Если мы любим Бога, уже эта любовь будет побуждать нас подражать Ему. Мы вообще со временем становимся похожими на тех, кого мы любим. И эта схожесть есть естественное проявление любви. Если мы от всего сердца любим нашего Господа, то благодаря этой любви и работе Святого Духа мы будем все больше подобны Богу. Если мы не любим Господа, то мы не сможем Ему подражать. Я всем сердцем желаю, чтобы в вашей жизни проявлялась вот эта истинная любовь. И вы могли вместе с Давидом сказать слова, которые записаны в 62-м псалме, 9-й стих. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Второе, как мы можем подражать Богу? Это подражать Его святости. Нас нельзя силой привести к святости. Мы должны находить внутреннее удовольствие в Божьем законе. Мы должны быть святы, как Он свят, милостивы, как Он милостив. Далее апостол Павел пишет, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив – благодарение». Блуд – это грех, совершаемый людьми, не состоящими в браке. А всякая нечистота включает в себя все другие виды нечистых похотей, какие были невероятно распространены среди язычников, как и сейчас. Они чрезвычайно распространены среди неверующих людей. Это самые распространенные грехи в современном мире. Все они связаны с низким уровнем нравственности. Поэтому Павел говорит, что Дитя Божье не может этим заниматься. Даже легкое потакание таким грехам должно вызывать у нас беспокойство и обличение. Перечисленные здесь грехи – это низкие грехи, которые характеризуют нечистивого человека. Интересно, что любостяжание здесь перечислено в одной строке вместе с блудом и всякой нечистотой. И если первые два греха нам очевидны и понятны, то любостяжание многие христиане не считают за грех. А ведь любостяжание – это не только любовь к деньгам, но это и жадность. Бедный человек, который грешит, который скупой и жадный, он также грешит этим же грехом, как и человек, который любит обогащение. Кто-то сказал, что аморальный человек обязательно жаден, скуп или страшно любит деньги. Это идет в одной связке. Такие грехи настолько противны Богу, что у неверующих людей никогда не должно быть оснований даже подозревать, что эти грехи присутствуют в жизни христиан. Кто-то сказал, что самая большая проблема некоторых людей и даже в церкви – это неправильное представление о том, что мы можем впустить Христа в свою жизнь, в свое сердце и не избавиться от греха. Тогда это просто изменение убеждений без изменения поведения. Это возрождение без исправления и покаяния. Такие неприличные, также неприличные последователям Иисуса Христа и непристойность в речах – это сквернословие, пустые разговоры, это пустословие, вульгарное смехостворство, потому что все эти вещи, они отнюдь не безобидны и не безвредны. Здесь не имеется в виду такой добрый невинный смех, а именно когда любая тема превращается в вульгарные шутки с подтекстом. Вообще под это определение попадают практически все современные юмористические передачи и вот эти коротенькие видео, которыми так наводнен интернет. Есть ли в вас вот это жгучее стремление к святости? Или ваша радость – это грех, а служение Богу – лишь тягость? Слово Божие говорит, где сокровище ваше, где источник ваших удовольствий, там и сердце ваше. Если вы любите зло, вы не дети Божьи. В этом случае вы не можете подражать Христу. Давайте дальше прочитаем пятый стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Павел строго предупреждает верующих, что причина, по которой им следует воздерживаться от злых дел и в особенности от блуда, нечистоты и любостяжания, заключается в том, что виновные в этом не имеют наследия в Царство Христа и Бога. Апостол Павел хочет, чтобы пятый стих был предупреждением. Однако мы также можем смотреть на этот стих и с надеждой. Наше будущее – это вечность совершенного блаженства, потому что на небесах нет безнравственности, нечистоты, жадности, лжи, богохульства, прелюбодеяния, пьянства, гнева или воровства. Когда мы будем ходить по райским улицам, нам не придется отводить глаза от непристойной рекламы, как порой мы это делаем в торговых центрах, или когда мы видим неприемлемую рекламу на билбордах. Нам не придется закрывать уши наших детей, чтобы они не слышали тех, кто ругается, сквернословие. Все, на что мы будем смотреть или слушать, будет радостным и чистым. Но пока мы живем на этой земле, мы должны прикладывать усилия для того, чтобы подражать Богу. Давайте дальше прочитаем, что пишет Павел. Шестой стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Во времена апостола Павла были ложные христиане, которые утверждали, что верующий может жить во грехе и избежать наказания за него. У этих обманщиков было много аргументов, чтобы убедить неутвержденных в вере христиан в том, что они могут грешить многократно и при этом попасть в Царствие Божие. И сегодня есть такие люди, которые пытаются опровергнуть Слово Божие касательно греха. Более того, сейчас есть целые церкви и движения, которые называют себя христианами и которые говорят, что служат Богу, но при этом открыто живут в грехе. Поэтому Павел предупреждает нас, чтобы мы не слушали таковых. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, говоря, что можно грешить, и что Бог не отвергнет нераскаянных грешников, а Царствие Своего». Это заблуждение и неправда. И как написано в 7 стихе, мы не должны быть соробщниками их. Но кульминация этого текста, на который мы сегодня с вами размышляем, записана в 8 и 9 стихах этой главы. Это, можно сказать, своего рода инструкция для подражания. 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Ефесяне были некогда тьма, но услышав благую весть от Павла и раскаившись в своих грехах, они стали светом в Господе. И обратите внимание, Павел не говорит, что они были во тьме. Они были самим воплощением тьмы. Но теперь через единство с Господом они стали светом. И Павел просит их и призывает их поступать, как чадо света. Я хочу прочитать один комментарий на 9 стих, который, на мой взгляд, очень хорошо и глубоко раскрывает вот эту глубину этого текста. Я попрошу, чтобы вы высветили вот этот 9 стих. «Благость здесь служит собирательным понятием для всех проявлений высокой нравственности. Праведность означает чистоту в взаимоотношении с Богом и людьми. Истина – это честность, справедливость и искренность. Сложите их вместе, и вы получите свет, наполненный Христом жизни, сияющей в кромешной тьме». Еще один момент, на который я хотел бы обратить наше внимание, это то, что кто-то подражает и нам. Да, кто-то наблюдает за нашей жизнью. И для кого-то именно мы являемся теми людьми, с кого берут пример, кому подражают. Мы все являемся примером для кого-то, для других, и хотим мы этого или не хотим. Поэтому так важно в нашей жизни отражать Христа и подражать Его любви и святости. Вы когда-нибудь наблюдали такую ситуацию? Вот вы стоите на пешеходном переходе. И бывает, что светофор в какое-то время перестает переключаться. И вот пешеходы стоят в ожидании, с нетерпением ждут, что загорится зеленый свет, но он никак не загорается. И спустя короткое время обязательно найдется первый человек один, который первый начнет переходить дорогу на красный свет. И сразу же, подражая Его примеру, за ним начинают переходить дорогу и другие люди. Если мы говорим о подражании Богу, то мы должны задуматься о том, в какой сфере своей жизни я сегодня перехожу дорогу на красный свет. Почему я хочу перейти эту дорогу? Потому что мне туда надо. Порой мы перечеркиваем все границы, игнорируя красный свет, потому что считаем, что нам туда надо. Мы должны посмотреть сегодня на свою жизнь и проверить себя. За кем мы идем? Куда мы идем? Кому мы подражаем в своей жизни? Мы должны подражать Богу, как чадо возлюбленное, и к этому призывает нас Слово Божие. Чем больше мы познаем Бога, тем больше в нашей жизни будет проявляться Его воля. Если мы посвящаем много времени общению с Богом наедине в тиши, если мы остаемся рядом с Богом на протяжении всех обстоятельств своей жизни, мы станем Его подобием. Пусть это стремление и желание подражать Божьей любви, Божьей святости, будет нашим повседневным желанием и да поможет нам в этом Господь. Аминь. Встанем для молитвы. Любящий Господь и Бог, мы преклоняемся в этот час перед Твоим величием с благодарностью в наших сердцах. Прежде всего, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь в Своей любви, послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы пострадать за нас, умереть за нас и для того, чтобы, Господи, сроднить нас через кровь Своего Сына. И теперь мы, Господи, являемся детьми Твоими. Мы так Тебе благодарны за вот эту привилегию называться и быть ими. Помоги нам жить так. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое учит нас и призывает для того, чтобы мы подражали Тебе, подражали Твоей любви, Твоей святости, потому что Ты источник всего. Ты источник любви, святости, мира, всего самого доброго, помоги нам, Господи, мы нуждаемся в Тебе, мы слабы и немощны, но в Тебе укрепляемся. И на Тебя наша надежда. Благослови, чтобы, находясь, Господь, во всех обстоятельствах жизни, мы были этим светом и примером, потому что люди смотрят за нами, за нашей жизнью, они сканируют нас, как мы поступаем в той или иной ситуации жизни нашей. Благослови, вот, Господи, смотреть на Тебя и быть Твоим отображением для окружающих нас людей. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас в церковь Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.